Всем привет, меня зовут Инаков Эдуард, я являюсь middle data scientist командой лаборатории машинного обучения Альфа-банка и сегодня расскажу вам для каких задач мы используем кластеризацию данные, какими методами мы пользуемся, также как мы интерпретируем сами результаты, а также что мы решили сделать, когда столкнулись с большим пылом однотипных задач. Итак, начнем. Представьте, что к вам пришли коллеги соседнего подразделения со следующей задачей. У нас скопилось миллион обращений клиентов из социальных сетей и мы хотим понять, о чем же они пишут, а при этом не прибегая к ручной вычетке. И как раз таки такая обстановка задач идеально подходит под описание кластеризации, когда нам надо в некотором датасете найти схожие группы объектов по некоторым критериям. А именно, возвращаясь к анализу комментариев клиентов, мы сможем определить некоторые категории негатива-позитива, а также выделить обращения соответствующие им. А также мы сможем понять, склонны ли клиенты вообще описать структурированную обратную связь или, может быть, это будут какие-то негативные эмоциональные исказывания и ничего объективного мы из этого выделить не сможем. Допустим, те кластера, которые мы выделили, бизнес очень понравились и они предложили их переиспользовать для отслеживания динамики негатива-позитива. Но все-таки кластеризацию использовать для квалификации будет неправильно, но мы можем использовать те самые кластера, которые мы нашли для более удобного старта разметки. Итак, с мотивацией использовать кластеризацию мы разобрались. Далее расскажу, какими методами лаборатории мы пользуемся. Это логично и на практике подавать сырые тексты в наш любимый кластеризатор мы не можем. Соответственно, нам нужно использовать один из двух методов. Либо мы прибегаем к какому-то инструменту, который может работать с текстами напрямую, либо приводить текст в числовую последовательность и уже прибегать к нашему любимому кластеризатору. Под описание первой методологии как раз таки попадает тематическая модель, которая позволяет в автоматическом режиме в любой коллекции документов выделять тематики, при этом описывая каждую тему распределением слов в ней, а каждый документ распределением тем в ней. Под капотом создавая две соответствующие матрицы, которые она оптимизирует с помощью известного нам распределения слов в документе. В качестве результатов мы можем посмотреть на набор top-end слов темы, а также top-end документов темы. И, как вы могли заметить на прошлом сайте, в качестве примера я приводил фрагмент из сказки «Рыбаки и рыбки», и в итоге мы описали данный фрагмент тремя тематиками, какая-то морская, бытовая и людская. В качестве библиотеки в лаборатории мы используем BGRTM, который был создан и разработан под руководством Аронцова. И прежде всего мы используем ее, потому что она уже покрывает все классические методы тематического моделирования, также добавляет дополнительные регулизаторы при обучении, которые обогащают модель полезными слойствами. Например, с помощью выделения фоновых топиков мы можем отделять предметные топики от фоновых, при этом фоновые будет описываться некоторой лексикой, характерной для всей коллекции сразу. А с помощью технического обучения мы можем строить тематики вокруг определенных слов и фраз, которые мы в явном виде можем задать. Также в библиотеке BGRTM реализован механизм разбиения всей коллекции на бачи, что делает ее очень быстрый и нетребовательный к вычислительным ресурсам. Допустим, о тематическом моделировании вы ничего не слышали, но знали, что чтобы начать работу с текстами, нам нужно их перевести как раз-таки в числовую последовательность. И возвращаясь на пару минут назад, это как раз-таки тот самый метод, о котором я говорил, а именно мы можем использовать ваш любимый метод векторизации текстов, а для word-эбэддингов усреднять word-эбэддинг, которые мы получаем, приводя и в эмбэддинг предложениях. Далее полученные эмбэддинги мы уменьшаем размерность их и кластеризуем с помощью любимого вашего кластеризатора. Как это выглядит, можете посмотреть на следующем слайде. Все достаточно просто. Берем нашу текстовую коллекцию, неким образом ее предобрабатываем в зависимости от вашей задачи. Получаем матрицу размера n документов на m размерность вектора, уменьшаем ее размерность и кластеризуем. На деле мы можем пойти чуть дальше и использовать BERT для создания эмбэддингов документов, а именно взять любой предобученный sentence BERT и в inference-режиме прогнать через нее коллекцию документов и генерировать те самые бодинки, нужные нам. Хочется упомянуть, что этот подход на самом деле уже реализован в библиотеке BERT topic и с нуля вам писать ничего не надо. Причем в этой библиотеке также реализован механизм описание найденных тематиков с помощью tf-idf. Выглядит все это также просто. Берем нашу текстовую коллекцию, ее викторизуем с помощью BERT, уменьшаем размерность и описываем с помощью tf-idf. Итак, я рассказал вам про три различных подхода, какой же выбрать. Если вам нужна гибкая настройка кластеров, а также вы работаете со структурированным набором документов, например, анализируете новости из РБК, то советую обратиться к BigRTM. Однако BigRTM в три строчки кода, к сожалению, запустить не получится. Вам придется приинвестировать некоторое время в анализ документации. Если же вам нужен 7-минутный результат и при этом вы работаете с какими-то не структурированными текстами, например, те же самые сообщения клиентов в социальных сетях, то советую использовать BERT topic. Но если по причине нехватки усилительных ресурсов у вас его не получается запустить, так как BERT все-таки требовательны к ним, даже в inference-режиме, то советую обратиться уже к кластеризации embedding. Итак, в тех методах, которые мы пользуемся в лаборатории, мы разобрались. Далее расскажу про то, как мы результаты интерпретируем. И первое, что можно делать, и что уже реализовано как и в BigRTM, так и в BERT topic, можем описать тематику набором top-end слов. Но с таким подходом мы столкнемся с достаточно низкой интерпретацией. Можем перейти к BigRAM, интерпретировать чуть повысится, но опять же мы не сможем посмотреть на самые документы кластеров. Раз так нам нужно на них посмотреть, то визуализируем их, отобразим. Но таким образом мы столкнемся уже со следующей проблемой, а именно с проблемой резерпретостивности самого топика, так как, скорее всего, условные топ-10 документов будут об одном и том же, и мы не сможем раскрыть весь спектр тематики. И, собственно, чтобы решить эту проблему, в лаборатории мы используем следующий алгоритм сумморизации. Первое, берем некий топик, разбиваем документы на предложения, при этом отфильтровывая документы, которые принадлежат к теме с малой вероятностью. Далее уже для этих предложений строим дополнительную кластеризацию, используя подход Back of Word, построение similarity matrix с помощью Жаккарда на основе течения слов и подальше данные матрицы в метод кластеризации affinity propagation, который для нас подбирает кластера. Из получившихся кластеров выбираем центры, выбираем предложения, являющиеся этими центрами, а также предложения, которые лежат ближе всего к центральным. И в качестве финального шага делаем постобработку, склеивая предложения, если они принадлежат одному документу. В качестве результата можете посмотреть на следующий слайд и понять, что без построения спектра мы, в принципе, можем понять, что тематика наша была о неначислении кешбека, но мы не сможем погрузиться в нее чуть более глубоко. А с построением спектра мы сможем не только понять, что она была как раз таки о неначислении кешбека, а также подсветить какие-то проблемы клиента, с которыми он столкнулся. Казалось бы, кластеризовать данные мы научились, интерпретировать тоже. Все довольны, бизнес доволен, что еще остается желать. Однако в лаборатории мы столкнулись с большим полом однотипных задач. От переброса к Excel и от большого количества Юпитер-Фетрадок в глазах уже начинал чуть-чуть двоиться. И поэтому мы решили это все как-то автоматизировать. И, собственно, с этой мыслью, прежде всего, мы перешли к разработке веб-сервиса, который помогал нам в автоматическом режиме анализировать любые текстовые коллекции. Также мы решили, что мы можем обучить аналитиков из бизнес-подразделений, с которыми мы работаем, почему мы подумали, что это будет сделать легко. У нас выработался уже за время работы с кластеризацией некий pipeline, который мы четко следовали, соответственно, мы его перевели в инструкцию и легко ребят обучили. Также мы избавились от тех самых Excel, теперь храним все данные в одном месте, а также можем для собственного пользования переиспользовать сам сервис для концентризации любой текстовой коллекции. Как выглядит работа с сервисом, можете посмотреть на GIF. Прежде всего, еще раз вспомяну, что он получился достаточно универсальным. Мы уже успели его переиспользовать для анализа обращения клиентов, для переписок клиента как с чат-ботом, так и с чатом оператора. Также проанализировали транскрибацию AVR нашего голосового помощника, провели анализ описания транзакций и комментариев операторов внешнеэкономической деятельности. У пользователей в сервисе есть возможность выбрать подход либо BERTopic, либо BGRT, подгрузить файлы как вручную, так и из хадуповских таблиц и после подгрузки результатов перейти к обучению, соответственно, вашего метода, который выбрали. Например, на данный момент пользователь вводит гиперпараметр для модели BGRT, по кнопочке на часть обучения запускает ее. В результате высвечиваются некоторые артефакты, соответствующие методу, которые вы выбрали, а также набор топ-н слов и топ-н документов, которые мы получаем с помощью алгоритма сумморизации, про которую я уже рассказывал ранее. Также у пользователей есть возможность прямо в сервисе отредактировать название тематики, сохранить результаты и выгрузить себе на компьютер. Так, какие выводы можно сделать по всему вышему сказанному? Первое, если у нас есть некоторая неструктурированная коллекция и нам нужно провести ее анализ, то обращаемся к кластеризации, чтобы выделить некий набор тематик, идеальным образом ее описывающий. Выбираем метод кластеризации в зависимости от имеющихся знаний определенного метода, а также от того, с какими текстами вы работаете и в какие сроки вам результаты нужно получить. И если вы сталкиваетесь, то с каким-то большим полумототипных задач советую их автоматизировать, например, обернув те инструменты, которыми вы пользуетесь, в веб-сервис. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, чтобы быть в курсе происходящего лаборатории и читать о других задачах, которые мы решаем. Всем спасибо.